Всем привет, меня зовут Саша и это долгожданный обзор на прошивку MIUI 9.5, а точнее на MIUI 9.5.3.0 для телефона Xiaomi Mi 6. На официальном сайте она так и не появилась, но некоторым уже она прошла по воздуху. Также я нашел это обновление на 4 ПДА и себе поставил. Сейчас я хочу сделать вывод и прежде всего я хочу обратить внимание на статью, которую я нашел в интернете. Те, кто читал мое сообщение в сообществе, либо кто не читал, я статью оставлю в описании, где говорится о том, что прошивка MIUI 9.5 нарушает работу абсолютно всех смартфонов Xiaomi. Насколько это правда, решать в принципе вам и нам, но я сейчас хочу сделать именно обзор на то, что конкретно поменялось, либо поменяется в прошивке MIUI 9.5, кто ее хочет получить, либо кто ее ждет. Все нововведения в основном будут работать, начиная от Android 7, потому что некоторые на Android 6 так и не появятся. А вот ломает ли прошивка MI 9.5 телефоны Xiaomi, мы уже обсудим с вами в конце и сделаем выводы. Так что поехали. Ну и начнем сначала. Первое, что кидается в глаза, это же наш ассистент. Как и в прошивке 8.3.15, в которой я жаловался, что там много рекламы и добавили вот эти вот акции. Здесь тоже есть акции, но один из подписчиков дал умный совет, как эти акции использовать хотя бы по какому-то там полезному назначению. Мы берем, заходим в акции, мы удаляем все вот эти вот акции Apple, которые нам не нужны, которые нам не интересны. И в акциях мы добавляем стоимость, например, курса доллара к рублю, курса доллара к гривне, гривне к евро, евро к доллару. Ну и в принципе все, что вас по курсу валют интересует. И все время в реальном времени у вас будет отображаться курс той или иной валюты, либо сразу несколько. И это в принципе очень удобно. Ну кому это, конечно, удобно. И это очень полезная функция в ассистенте, которая есть. И таким способом мы как бы ненужную рекламку, ненужные функции перевели себе в плюсик. А если кому-то вообще не надо эти валюты, вы в принципе можете отключить. Также здесь есть уже те акции, это говорит о том, что прошивка вот еженедельной вообще недалеко ушла. То есть, как вы знаете, еженедельная опережает стабильную на месяц или два. Но здесь вообще разница в неделю. И плюс я вам скажу, кто имеет сейчас еженедельную прошивку и стабильную. Разницы сейчас в прошивках ее нет. По функционалу теперь прошивки идут одинаковые. Только в еженедельной прошивке новой можно вообще выключить этот ассистент, который, как оказалось, жрет от 100 до 300 мегабайт оперативной памяти в зависимости от устройства. А по функционалу теперь еженедельная и глобальная именно 954 идет одинаково. И это в принципе радует. Оперативной памяти каждый может написать как у кого. Где-то в размере плюс-минус 200 мегабайт должно быть. Далее. В галерее теперь есть и калаш, и очистка памяти. Калаш, вы знаете, что такое очистка памяти? Это когда у вас задуваются фотографии, либо фотографии с несправильной экспозицией, либо просто они размывчистые. Сам телефон предложит вам их удалить и отсортировать, чтобы не засорять память телефона. Далее. В режиме безопасности появилась функция ускорения игр. Мы уже давно ее тестировали на еженедельные прошивки, но теперь вы можете уже поставить себе в телефон, нажать, и там в принципе у кого не сильно мощное устройство, может как-то себе это облегчить работу именно игры. Хотя я скажу, что оно не сильно помогает. Единственное, что удобство, что можно настроить звонки во время игр, режим не беспокоить, и в принципе хотя бы сделать, ну когда ты выиграешь в игры, сделать просто сам процесс более удобным. С помощью этой функции ускорения игр. Далее. Быстрые ответы. Быстрые ответы были уже в прошивке 9.2.3.0 на Android 8, в Mi 6, но сейчас их добавили полностью, оптимизировали, и выглядят они просто супер. Как вы видите, каждая иконка имеет свой значок. Они все правильно группируются, ничего не тормозит, соскакивает и перескакивает. Даже при добавлении, при очень даже большом добавлении, потому что сейчас я вот на видео настраиваю только телефон заново. Вы видите, куча писем приходит, и не все со значками, с именами, и все выглядит именно так, как когда-то нам китайцы обещали в августе при презентации Mi 9. Далее. Музыка. Музыка имеет старый формат. Также в прошивке 8.3.15 я показывал, что в музыке появилась реклама. Здесь музыка имеет старый формат, старый плеер, и рекомендаций здесь нет, и рекламы тоже. И, в принципе, это тоже радует, потому что, когда сделали новый плеер, поменялся только интерфейс, дизайн там, а новые функции не добавились, и звучание не добавилось, так что именно сам внешний вид плеера особо не играет роли. Он как есть сейчас нормальный, в принципе, можно им дальше пользоваться, и он без рекламы. Далее. Браузер тоже у нас перенесен с последней еженедельной прошивки. Там тоже оптимизирован, настроен. Но я не пользуюсь браузером стандартным, больше хромом пользуюсь. Так что тем, кто пользуется браузером стандартным, будет немножко удобнее пользоваться теперь. Как вы знаете, почему была отозвана прошивка 9.2.3.0? Потому что при применении сторонних тем у некоторых телефонов выбивала критическая ошибка интерфейса, и телефон уходил просто, становился кирпичом. И не то, что перезагрузка не помогала, ничего не помогало, надо было только делать Harder Set, Wipe Data, и они, в принципе, решили эту проблему. Но решили проблему, так как все китайцы ее решают, на еженедельных прошивках вы просто теперь скачете стороннюю тему, загружаете ее через FIM Editor, и она ни хрена не работает. А теперь сторонние темы на прошивке 9.5.4.0 не поддерживаются. И это не очень хорошо. В принципе, я рад был, когда на 9.2.3.0 они поддерживались, но был кирпич, и это просто убрали. Видимо, не хватило времени дофиксить. И как и раньше, по старой практике, они просто запретили это делать. Да, вот такие вот методы у китайцев по оптимизированию ошибок. Далее, на рабочем столе, снизу вверх, мы можем сделать свайп, и у вас откроется поиск Google, то есть, откроется именно Google поисковик. Снизу вверх, на любом экране, либо на пустом месте, свайпаем, и появляется Google поиск, как на еженедельные прошивки. Где-то это удобно, особенно, кто пользуется не стандартным браузером, а именно Chrome, либо Google самим. По поводу всяких мелких недочетов и глюков. У меня за два дня только пару раз выбил Инстаграм. Также есть мелкие ошибки, которые были раньше, типа, когда телефон нажимаешь звонить, а он не звонит. Исправили, также исправили ошибку. У меня, например, было, что время остановилось. На экране блокировки время идет, а в телефоне время остановилось. Я вообще не понимаю, как такое может быть, но это, слава богу, пофиксили. Но такого, в принципе, за три дня использования я не почувствовал. Дальше, и про батарею. Все говорили, что батарея стала хуже держать. Я скажу, что на моем Mi 6 батарея стала намного лучше держать. Не знаю, у кого как. Вот вы видите отчет по графику работы моего телефона. Один день в 12 часов. Вы мне скажете, вот, ты там взял, поропользовался весь день, потом на ночь положил, он просто лежал. Нет, так получилось, что я взял с 9 утра, достал зарядки. У меня было 100%. Это я весь день на работе был. Он у меня разрядился до 65, и потом оказалось, что у нас переучет. И с 9 вечера до 9 утра у нас был переучет, и то есть есть переучет. Естественно, я дома не спал. Я пользовался телефоном. Я строил YouTube, Instagram, и телефон у меня был в рабочем режиме. Экран у меня был 6 часов 23 минуты активного пользования. И чтобы вы понимали, мои основные расходующие элементы моей батареи, это был YouTube, Instagram, как я вам говорю. Вот, смотрите, что больше всего ела батарея. Итого, у меня полностью телефон, именно если брать не спящий режим, 24 часа в активном режиме. Это фото, это Telegram, это Viber, это Instagram, это YouTube. Ну, в принципе, включенный интернет продержался. И, в принципе, для такого телефона с батареей 3300, это вообще супер. Ну, и последнее. Давайте сделаем какой-то хотя бы вывод. Ломает все-таки прошивка 9.5, телефон или нет? При опросе моих подписчиков в сообществе моем на YouTube, я спросил ломать, ну, кто обновился, скажите, стало лучше или хуже. И можно разделить такое соотношение. 70% людей сказали, что все намного круче стало и лучше работать. Никаких глюков не заметили, что это вранье. Но все равно нашлись люди, 30% у кого такие глюки есть. Судя по прошлой прошивке 9.2.3.0, не все получали кирпич при установке TEM, хотя мы, возможно, не натыкались на эти темы, при которых появляется кирпич. Но все же не все на это жаловались. Стоишь, я могу сказать, что выборочно, как и раньше, кому-то почему-то непонятно, каким способом, каким разделением, выбором приходит именно прошивка, которая лагает, которая глючит. А у некоторых телефонов, как, например, у меня, хотя я даже вот ставил свайпами, но я даже не форматировал со старой прошивки еженедельной, не форматировал внутреннюю память, у меня остались все фотографии, все музыка, и я даже не делал сброс настроек, у меня все отлично и нормально работает. Так что, в принципе, статья, как-то вот эта, которая написана, что телефон ломается, где-то она и правдивая, я согласен, но такой шум она, как бы, делает, что все прям телефоны. Нет, это неправда. У некоторых пользователей, и большинства пользователей, все работает хорошо и нормально. И понятно, что есть негативные моменты, у кого-то глючит, у кого-то что-то вылетает, у кого-то визинг греется, и на 4ПДа тоже есть люди, которые об этом говорят. Так что, напишите в комментариях, у кого как работает прошивка 9540, что вам мне понравилось, что-то, может, я не сказал, и вообще свои впечатления. А с вами был Саша, и всем спасибо за просмотр, всем пока. Продолжение следует...